Привет, меня зовут Миша Ряженко, я управляющий партнер компании Лид Стартап. Мы помогаем компаниям, корпорациям запускать продукты, выстраивать юнит-экономику, запускать продукты, разрабатывать их и занимаемся тем, что оптимизируем менеджмент, то есть внедряем современные гибкие методологии менеджмента для того, чтобы ребята разрабатывали быстро, классно и качественно. Проходи наш сайт, там есть статья, соответствующая по ссылочке внизу в описании, про тему, о которой мы сегодня поговорим, а именно эта тема метрики стартапа. И обязательно проходи также по ссылочкам на наш YouTube-канал внизу, там или по кнопочке можешь подписаться здесь и здесь, не знаю, где он сейчас находится. Там можно подписаться на канал для того, чтобы всегда быть в теме наших видео про стартапы, про продукты, про agile, про скрам, про всякие интересные штуки, которые, скорее всего, тебе уже интересны. Итак, сегодня поговорим про метрики стартапа. Это интересная тема. Как трекать успех стартапа, какими метриками пользоваться в ходе разработки, в ходе запуска продукта. И это очень-очень тонкая и важная тема. Заключается важность в том, что ребята обычно фокусируются, когда запускают стартапы, не совсем на том, на чем нужно. Они обычно фокусируются на самом продукте и на продуктовых метриках, именно касающихся разработки и создания продукта, чтобы все четко работало, чтобы MVP-шка классная была, ну, чтобы просто все было классно с точки зрения коробочки, которую они делают. Ну, если это коробочка, если не коробочка, значит не коробочка. И они стараются сделать как можно более качественный продукт, по их субъективному мнению. Это классно, но есть сложность, заключающаяся в том, что рынок, как правило, не думает так, как думают они. И поэтому ожидания реальность, скорее всего, их ожидают. Для того, чтобы не происходило рассинхрона ожидания реальность, стоит просчитать юнит-экономику. Юнит-экономика – это интересная штука, которая у нас на сайте во многих статьях, вот так или иначе, иллюстрирована. И у нас в курсе тоже есть по ссылочке внизу, проходите, обязательно тоже чекните. То есть, ну, классный инструмент, абсолютно практически разработанный в России, ну, то есть, серьезно разработанный в России. Даниил Ханин и Илья Карасинский – два главных адепта этой штуки. И, так скажем, отцы этой истории, но логика очень простая. Мы берем самые классные метрики привлечения и сдержек, и прибыли, и трекинга возврата инвестиций, и реакции пользователей на наши ценностные предложения. Все это объединяем в одну систематизированную, автоматизированную историю. И, ну, можно вручную считать, но это сложновато, конечно. И делаем правильные управленческие решения. Мы принимаем правильные решения и делаем правильные выводы, исходя из тех данных, которые к нам поступают. Что для стартапа суперважно? Конверсия в первую покупку, количество повторных продаж, конверсия в активацию и затраты на привлечение, то есть, user acquisition, в принципе, это самые главные метрики, которые позволяют нам потом сформировать следующие метрики. Gross Profit или Contribution Merchant – это так называемая прибыль за вычетом нефиксированных издержек. Почему мы нефиксированные, соответственно, учитываем, а фиксированные не учитываем здесь? Потому что смотрите отдельное видео у нас на канале по этой истории. Там много, кстати, про юнит-экономику и про отдельные метрики у нас на канале видосов. И также ROMI, ну или ROI, соответственно. Также Customer Requisition Cost, также среднее количество сделок на клиента и средний срок жизни клиента. То есть, RPPU, RPU, метрики такие тоже интересные. Все эти метрики – это очень важно. Но, по сути, они нам что дают? Они дают возможность нам посмотреть, как мы работаем с пользователями, как они работают с нашим ценностным предложением, как они на него реагируют, как они нам возвращают деньги за то, что мы им даем некую ценность и, соответственно, сколько раз они это делают. Вот это самое главное для стартапа. И причем даже наши продукты, которые мы запускали, говорят о том, что, да, технически все может быть супер неидеально, но главное, что вы попадаете в ожидание пользователей. И ценность, которую вы им поставляете, может заключаться совершенно не в том, о чем вы на самом деле думаете во время запуска и разработки. Потому что, скорее всего, вы думаете про свое, так скажем, детище, то есть свой стартап, своего такого диджитал-ребенка. Ну и классно, если вы получаете удовольствие от этой разработки, но вам необходимо попасть в ожидание пользователей, чтобы они вам деньги вернулись. Значит, стартап умрет. 99% стартапов умирают по причине ненахождения спроса, то есть непопадания в рыночные ожидания. И вот чтобы в них попасть, вам необходимо работать с юнит-экономикой. Это основные метрики стартапа. Все, что касается метрик пользовательских, то есть метрики вовлечения, там, дао, мао, все это классно, но это потом. Изначально попробуйте что-то продать и свести юнит-экономику. Меня зовут Миша Ряженко, я управляющий партнер компании Лид Стартап. Помогаем компаниям, корпорациям и стартапам запускаться и сводить экономику. Проходите к нам на сайт, подписывайтесь на канал, будьте с нами. Спасибо.